Кустанайская область Южные регионы в этом году по нашим наблюдениям ожидается ниже среднем многолетней. Хотя в зимний период осадков выпало больше, в связи с тем, что в южных регионах в прошлом году осеннего влагозарядка была очень мало, поэтому весь этот снег пропитался в почву. Вчера мы просмотрели вокруг Аркалыка искусственные водоемы, это южные и северные водоемы, канал, который соединяет между ними. Канал до сих пор пока еще не работает. Сегодня, отмечает база Лужакупов, практически весь снег в Тургая и в ближайших населенных пунктах сошел, а вода впиталась в землю. Так что с этой стороны поводок серьезных проблем Кустанайской области не доставит. На реках в Тургая продолжил заместитель Акима Кустанайской области уже начался ледоход. Река Каратаргай уже разливается, но серьезных проблем на поселку Амангельды не принесла. Из своего русла не выходит. Теперь синоптики ждут движения на реке Жалдама. Только тогда они смогут сказать, сколько кубических метров воды останется в Амангельдинском районе. Россия со стороны Бреды сбросила 7 миллионов воды. Мы на сегодняшний день полностью находимся на контроле на Желкварском водохранилище. Мы все прекрасно знаем, что в прошлом году государством выделено более миллиарда тенге на строительство нового гидротехнического сооружения. На сегодняшний день в Желкварском водохранилище имеется около 15 миллионов кубических метров воды. Его предельная максимальная емкость около 29 миллионов кубических метров. На сегодняшний день там сбрасывается где-то 2,7 метров кубических в секунду. Ситуация на Кратамарском и Верхнетобольском водохранилищах также под контролем. Изначально на Кратамарах сбрасывали 4 кубических метра воды в секунду. Сегодня уже 50. Тем не менее, свободными емкостями в водохранилищах считаются 390 миллионов кубов. Сегодня подчеркивает заместитель Акима в Кустанайской области главная цель для противопаводской комиссии не допустить подтопления сел и наполнить нужные объемы воды. Пик половодия ожидается с 8 по 10 апреля, так как уже с 3 апреля дневные температуры в Кустанайской области резко начнут подниматься выше нуля. Александр Стыканов, Тетяна Гарлюшная, РТН.